Сегодня первый день работы городской призывной комиссии. Здесь принимаются все решения, касаемые призыва ребят к военной службе. Председатель комиссии, глава администрации города Борис Беляев. Борис Владимирович лично проводит беседы с каждым призывником. По результатам медицинского заключения и общим характеристикам ребят записывают в те или иные виды войск. Призыв на осенний планируется у нас в общее количество 134 человека. Планируем призывать с города порядка 110 человек и 24 человека призывать с района. Призыв у нас проводится в плановые сроки с 1 октября по 31 декабря. Ребята все вызываются в первую очередь на медицинскую комиссию. После прохождения медицинской комиссии призывная комиссия уже принимает по каждому мальчику персональные решения. Либо предоставить ему осрочку по состоянию здоровья, либо по учебе предоставить осрочку, либо призвать его вооруженной силой, если нет у него законных оснований для освобождения от призыва на военную службу. Требования это очень высокие, это в первую очередь состояние здоровья ребят и морально-психологический профотбор, который будет проводиться, то есть той категории ребят, которые будут подлежать призыву вооруженной силы. Ну вот что касается состояния здоровья, по словам врачей, эта тема остается проблемной. Причем эта проблема наблюдается в масштабах всей страны. В основном упор делается на то, что ребят у нас с нарушением обмена веществ, это большей частью у нас идут нарушения питания, недостаток веса у нас, если не каждый третий, каждый второй, или наоборот, ожирение идет. То есть вот это как бы сниженная физическая активность и малоподвижный образ жизни. Он приводит или к ожирению, в зависимости от конституции, или к недостаточному питанию. Нарушение пищеварения, хронические гастриты, язвенные болезни у нас выросли. Это в общем основное заболевание. Это не весь перечень заболеваний, с которыми сталкивается призывная комиссия. Поэтому врачи всем ребятам рекомендуют вести здоровый и активный образ жизни. Сегодня призывную комиссию прошли порядка 50 человек. Одни получили отсрочку по учебе или отправлены на дополнительное обследование. Другие будут ожидать повестки для отправки в армию. Главное, ребята с желаниями идут на службу. Скажите, у вас есть желание служить в армии? Да, есть. Уже давно мне служить. Где вы хотели посидеть? В ДВ. Ну, в принципе, без разницы. Ну, в любых. А куда вас описали? В сухопутной. Что касается уклонистов, с будущего года закон ужесточается. 1 января 2014 года планируют небольшие изменения. Это по категории граждан, которые уклонялись от службы в армии. Если категория граждан, раньше, которые уклонялись от военной службы, приходили, могли получить военный билет без каких-либо записей, то теперь гражданин, который уклонялся от военной службы, будет вызываться на призывную комиссию. На призывную комиссию. Призывная комиссия будет принимать решение, были ли у него законные основания для непрохождения службы. И будет делать соответствующую жапись в военной билете о том, что гражданин нарушал федеральный закон, не имея законных оснований о прохождении службы вооруженной силы. Эта же статья предусматривает о том, что данный гражданин, который не проходил службу на законных основаниях, на госдолжностях, соответственно, не будет назначаться в свое время, когда пройдет время какое-то. Связано с работой. Первая отправка призывников планируется уже в октябре. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Айгуль Мухаммедшин, Ильна Раминов, Новости.